11-ти классница Алина Савушкина тренируется 4-й год. Часто выступает на школьных, городских и областных соревнованиях. Пост капитана команды лицея номер 3 девушка занимает не случайно. Стремление к победе и любовь к волейболу Алина переняла у бабушки. Когда я ходила с ней на какие-то игры, на какие-то просто товарищеские соревнования, я всегда смотрела и понимала, что хочу так же играть. И для меня спорт – это возможность отдохнуть от учебы, потому что в лицее очень большая нагрузка по учебе. И когда я прихожу на тренировку, я забываю вообще обо всех проблемах. Для меня вот есть площадка, есть моя команда и все. В первенстве общеобразовательных учреждений Сарова по волейболу среди девушек в этом году участвовали 10 команд. Из-за недостатка финансирования проходили игры на вылет в усеченном составе. Играли по олимпийской системе. Проиграл – вылетел, проиграл – вылетел. И играли еще так, что у нас вышло, кто проиграл, между собой разыгрывали места с 10 по 1. Вот в финал, как в том году, вышли одни и те же команды сильные. Третья лица и седьмая школа. Сборная седьмой школы не раз становилась чемпионом соревнований, но в этом году боевой настрой противниц сумел сдвинуть лидеров с пьедестала. Победу в первенстве одержала команда лицея номер три. Команда очень большой вклад сделала для нашей победы, потому что мы почти не сыгрывались. У нас много игроков, которые играют на городе в разных командах. И для нас это не просто победа, это победище. Игра за третье место выдалась не менее напряженной, чем финал. За бронзу боролись команды школ номер 10 и номер 12. Волейболисты, как и их тренеров, переполняли эмоции. Но спортсменки все же смогли с ними совладать. Со счетом 15-13 в последней партии третье место в городской спартакиаде заняла команда школы номер 12. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.